всем привет это эльин сергея он же серене из гачины сегодня будет ревьюшка очередной лапши азиатской в красном драконе увидел купил такую еще не пробовал и как ее идентифицировать только вот по наклейке потому что ни одной руку русской надписи нет ни с какой стороны в общем поэтому я на сайт зашел вот так эта позиция выглядит суп лапша в кисло-сладком соусе острый я понимаю просто кипятком его залить надо потому что инструкции на сайте также не содержится написано что соевая паста экстракт говяжьего бульона кунжут белый яблочный концентрат соевый соус горчица кунжутное масло красный перец ну в общих чертах так ну вот наверное сейчас залью кипятком посмотрю скажу как на вкус она мне понравится или нет открываем так внутри ну вилкой не понадобится вот так лапша выглядит потом есть пакетик номер раз еще пакетик с жидкостью вот такая стружка не сухой пакетик с каким-то порошком концентратом теперь осталось только залить водой настоять минут 5 и так понимаю и пробовать вот так все выглядит когда я вскрыл пакетики на запах же ну довольно специфично ну китайцы они такие товарищи что у них можно нарваться на какой-то не самый приятный вкус если гнаться за экзотикой особенно в этом отношении сычуанские добавки вот лично мне не нравится это когда у тебя как будто анастетик на языке а то есть морозит язык вот мне этот эффект не нравится надеюсь что здесь в этой лапше его не будет залил его примерно вот по такой уровень я не знаю вот чтобы лапша покрылась и если будет слишком ядрена я потом разбавлю в общем накрываем и ждем примерно пять минут ну по типу прошло там 57 минут посмотрим что под крышкой так ложка ну пахнет довольно приятная искренне надеюсь что это будет не тот самый сычуанский фирменный вкус не это не он но это в принципе довольно таки острым по моим меркам может не очень острым если вы например не любите острый то вам покажется это очень сильным для меня я перепробовал такое что в общем приятный вкус вот я не знаю какие нотки можно выделить вот кунжут точно чувствуется необычный вкус как там было сказано кисло сладкий ну может и да вот эти кусочки типа спарженки или что это такое но горячий пока надо подождать немножко чтобы остыло еще съел несколько ложек и да реально с удовольствием офигенная она мне напоминает лапшу тоже китайскую в черной баночке который обычно нет в продаже за которой я постоянно охочусь выслеживаю вот такую напоминает она мне по вкусу так почти идентичная так что это здорово это находка что вслепую можно сказать купил и не ошибся вот так а кстати а кстати расследование дедукция вот эти два типа иероглифа вот они фокус на них навел абсолютно идентичные вот этим иероглифом так что блин оскара мне за дедукцию это одна компания производит поэтому вкусы похоже ну вот практически все и осилил реально суперски мне очень понравился я наелся и ощущение получил на гастрономических по полной я вот думаю чем они отличаются просто то это если у этой вот пацан нарисован а там панда не кажется по самому виду лапши тут написано что здесь рисовая в этой баночке в этой про лапшу ни слова поэтому непонятно мне казалось там она такая в черной баночке продолговатая тонкая а здесь вот завитушками тем не менее вкус такой же в общем нет лапша понравилась очень сильно и советую конечно же всем попробовать я буду покупать на постоянке как мне кажется 10 баллов этой лапши от меня это был рин сергей он же серене из гатчины ставьте лайки подписывайтесь смотрите другие видео всем пока